Оркестровые партитуры Динамизации клавира Для его большей художественной выразительности Так как не будем забывать, что предмет чтения оркестровых партитур Мы проходим на художественных произведениях, на музыке, а не на этюдах И музыкальную составляющую здесь никто не отменял Она сохраняется в полном объеме Первая проблема, о которой мне бы хотелось сегодня поговорить Это проблема тембрового контраста Что с ней делать? Очень часто в политембровых оркестровых партитурах Можно встретить такие эпизоды Где в одной динамике повторяется один и тот же музыкальный материал Но перемещается из одной оркестровой группы в другую Например, то, что было исполнено деревянными духовыми инструментами Исполняется в следующем такте струнными смычковыми инструментами При этом динамика, тональность, звуковысотность полностью сохраняются Если мы абсолютно точно будем повторять этот музыкальный материал в клавире Или в импровизированном клавире, то есть при непосредственной читке партитуры То мы получим вместо достаточно радикального контраста буквальное повторение того же самого Но представьте себе, что если бы это играли сначала деревянные духовые И после этого это повторяют струнные На фортепиано это звучит абсолютно одинаково А контраст пропадает в то время как в партитуре контраст был бы достаточно значительный Я считаю, что такие моменты необходимо решать за счет задействования регистрового контраста Разнообразие этот контраст позволяет нам достаточно большое сделать Но, во-первых, мы можем просто перемещать этот музыкальный материал по регистрам В первом случае сыграть его на одну октаву выше В данном случае вопрос-ответный момент или момент диалогический сохраняется И художественная составляющая, заложенная изначально автором в партитуре Выдерживается в большей степени, чем если бы мы буквально соблюдали звуковысотность Но не обязательно изначально это должно быть выше на октаву, а второй раз ниже Это зависит от особенностей самой партитуры А от контекста, который окружает этот музыкальный фрагмент И здесь проявляется вкус и общая осведомленность читающего партитуру Это очень показательные моменты, по которым можно определить степень глубины понимания Обучающимся того, что и как он исполняет Там, где это возможно, мы можем, не меняя регистров, добавить или убрать октавное изложение одного из голосов Это минимальный контраст, но, тем не менее, это всё-таки контраст Который даст возможность подчеркнуть осознание того, что разные тембры в оркестре звучали бы по-разному И, как мне кажется, этот фактор игнорировать не стоит По крайней мере, о нём нужно говорить, его нужно тренировать в процессе обучения Будет ли его студент использовать в реальной читке, именно читке партитуры с листа или нет Это уже дело, вероятно, второстепенное Но самое важное, чтобы студент осознавал ценность тембрового контраста И возможность на фортепиано в той или иной степени его компенсировать Как мне кажется, особенно важно это, когда композитор Какой-то фактурный элемент повторяет, постоянно передавая его от одного инструмента к другому Ну, вот, допустим, один такой случай, один пример из моей партитуры Один инструмент Другой И они постоянно чередуются Если мы будем просто играть ту звуковую высоту, которая выписана в партитуре То вместо блоков, состоящих из двух тактов У нас получатся однотактовые блоки И постоянное повторение одного и того же Это на самом деле не очень хорошо Потому что мы нарушаем членение самой музыкальной ткани В таких случаях я предлагаю распределять этот музыкальный материал Также по ближайшим регистрам с шагом на октаву Чтобы в одном случае это исполнялось в той октаве, где это написано При замене на другой музыкальный инструмент Мы осуществляли шаг на одну октаву ниже или на одну октаву выше Как это в данном случае более удобно к исполнению Если играть это так, то тембровый контраст сохраняется И так далее Мне представляется это важным моментом Причем моментом, о котором очень часто забывают Концентрируясь именно на точности исполнения нотного текста Но не будем забывать, что оркестровая партитура Ну за редким исключением, если нет, не струнный смычковый оркестр А представляет собой не монотембровый, не монохромный А полихромный, политембровый пласт И тембрика должна также отражаться при чтении партитур Но когда мы переходим с арка на пиццакатов струнных Это решается просто за счет изменения штриха С легата на астаката Но когда мы переходим с легата деревянных духовых на легата струнных В фортепиано вполне резонно задействовать его возможности Его тембровые возможности Это возможности различной окрашенности разных регистров И это важный, может быть не первостепенный Но тем не менее весьма существенный элемент О котором я не мог не сказать И еще один момент, который может помочь В совершенствовании, в чтении оркестровых партитур Это момент связанный с динамизацией музыкальной ткани клавира В случае с теми фрагментами партитуры Когда повторяется один и тот же музыкальный материал на крошенда И активно задействованы протянутые длительности Которые инструменты оркестра В отличие от фортепиано Могут раздувать То есть играть с усилением звучности Одна из проблем рояля Это то, что звук после его взятия Здесь постепенно угасает Да, можно где-то заменять крошенда На тремолированные звучания И на тремоло мы действительно можем сделать Значительное крещенда Но далеко не в каждой ткани Это, во-первых, уместно Во-вторых, далеко не всегда это технически возможно Сделать при исполнении партитуры Что тогда можно предложить в качестве Своеобразной альтернативы Представим себе простейший вариант Оркестрового крещенда Когда задействован уже весь оркестровый арсенал То есть мы не можем наращивать Подключение октав Все у нас руки заняты И, тем не менее, как-то нужно динамизировать ткань Первое, что приходит в голову Это переход с реального исполнения педали Как протянутой ноты На педаль ритмизированную То есть педаль, которая подключается К мелодическому движению Дублируя его ритм Ну вот, обычная педаль И аритмизованная Это позволяет в большей степени проконтролировать усиление громкости А во-вторых, позволяет не пропадать гармоническим тоном Но можно предложить и более радикальный вариант Динамизации подобных педалей Это задействование их в качестве тех звуков Которые берутся между мелодическими Тот же самый фрагмент Он будет звучать так Используя и комбинируя эти три модели Мы можем добиться достаточно значительного крещенда Не только в смысле усиления громкости звучания Но и в смысле общей динамизации ткани От такого варианта К наиболее активному и динамичному изложению Которое отчасти компенсирует те возможности Колоссальные на самом деле динамические возможности Которые есть в оркестровом коллективе Если такие моменты продумывать Если их тренировать с учениками, студентами То их отношение к партитуре и к чтению партитур Может существенно поменяться От нудной и рутинной работы Напоминающей этюд или гамму В творческий процесс превратиться В процесс, в котором они могут находить Интересные выразительные возможности И в таком варианте чтение партитур Ничуть не уступает по яркости Таким дисциплинам, как оркестровка Или инструментовка на ансамбль Все, что я сегодня показал В равной степени применимо И как к чтению партитур В качестве непосредственного чтения С листа партитуры Так и в качестве рекомендаций По изготовлению клавира С партитур По данной дисциплине В клавире все это В еще большей степени Должно быть отражено Так как клавир предполагает Более длительную работу Над ним можно работать В течение нескольких месяцев Со студентом И там, конечно, оттачивать Такие микродетали Мы можем уже вполне определенно И даже требовать это От студентов колледжей А не только высших учебных заведений Подытоживая то, что я сегодня показывал Следует отметить Что оркестровая ткань Это не просто звуковысотный текст Но текст сопряженный Как с различными плотностями звука Так и с различными его тембральными Вариантами окраски И когда мы обращаемся К чтению партитуры К анализу партитуры И к переложению с партитуры На рояль То необходимо эти моменты учитывать Иначе художественный процесс Музыкальное начало Из этой дисциплины Может безнадежно исчезнуть А этого допустить Категорически нельзя Потому что чтение оркестровых партитур Готовит прежде всего Исполнителя К творческой работе К работе В которой он будет подходить К нотному тексту Оркестровой партитуры Как тексту художественному Музыкальному А значит Осознавать Весь спектр Выразительных средств Который В ней Представлен Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok